Всем известно, что наши души, разделенные на две половинки, разбросаны по свету и стремятся соединиться. Удается это очень-очень редко. Как-то случайно встретились две половинки, но большая часть жизни, каждая из них была уже прожита. Определенным образом, жизнь каждой сложилась вполне нормально. Как быть? Думала каждая половинка души, чувствуя, что эта встреча не случайна. Что они всегда мечтали друг о друге, их соединила и помогла встретить друг друга, возможно, любовь. Ну, думать это одно, но для того, чтобы что-то изменить, нужно принять решение. А вот это и есть самое трудное в жизни, ведь любое изменение, любая перемена не проходит бесследно. Что-то приходит, но ведь и что-то уходит при этом, ведь в этом есть что-то свое, хорошее, дорогое сердцу. Оставить, потерять это совсем непросто. Перемена – это всегда конец чего-то, а любой конец расставания мы подсознательно воспринимаем как смерть, утрату и при этом всегда есть боль, страдание. Но всякая перемена – это еще и начало, в котором есть надежда, но в перемене есть и неизвестность, которая нас всегда страшит, мы всегда мучаемся от неопределенности. Что же остается неизменным, на что можно опереться в неизвестности, принимая решение, думали они. Ведь всегда что-то есть, у них есть притяжение. Так думали оба и страдали за себя и за другого. Общая душа увеличивает долю страдания, особенно если оно не разделено ни с кем. Она еще как-то могла поделиться с кем-то своими мыслями, чувствами, а он сжигал все в себе и молчал. Помочь ему было некому, не мог он ни в чем признаться и ей, и она не помогала, а может быть даже в чем-то мешала ему принять решение. Как знать, но ей от этого было еще больнее. Ведь всю боль она старалась взять в себе, чтобы облегчить его страдания. Невозможность соединиться двум половинкам одной души, как двум звездам во Вселенной, не уменьшала их притяжение. Но встретившись, зная друг друга и место пребывания каждого, они уже не могли жить друг без друга, как прежде, без осознания того, что где и что происходит друг с другом. Невозможно стало не бросить взгляд в сторону друг друга. Как сорваться со своей орбиты, чтобы быть с ней, думал он, но ответа не знал. Прошлое останавливало его, и он боялся перемен, боялся неизвестности, боялся будущего. А она просто ждала и готова была ждать его вечно. Ведь душа живет вечно, это известно каждому. Так и живут эти две половинки одной души, как две далекие звезды, сделанные из одного вещества с одной душой на двоих, но которые так и не соединились в одну большую и полную жизнь. Случится ли это когда-нибудь, никто из них этого не знает до сих пор. Но в отличие от многих других половинок душ, обитающих в этой вселенной, они не стремились узнать, встретить, найти. Возможно, он был она, а она была он.